Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мы уверены, что волевые решения президента России, определенные в указе от 7 мая 2018 года, приведут к прорывному развитию нашей страны. Задачи амбициозные, но с нами абсолютное большинство граждан, и мы их, безусловно, решим. Уже сейчас на реализации Чувашской республики 47 региональных проектов на 3 года за счет всех источников финансирования предусмотрено более 120 миллиардов рублей. А за 6 лет эта сумма превысит 250 миллиардов рублей. Уважаемые коллеги, мой жизненный принцип – не давать пустых обещаний, быть предельно конкретным и на словах, и на деле. Хочу напомнить, в 2015 году была разработана народная программа «Вместе жить, вместе строить». Ее логичным продолжением стала предвыборная программа Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», Чуваший регион комфортного проживания, приоритеты развития. В основу этих документов были положены поддержка реального сектора экономики, развитие промышленности, строительство, агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности, модернизации социальной сферы, улучшение качества дорог, благоустройство дворовых территорий. Говорю со всей ответственностью, основная часть наказов наших жителей успешно воплощается в жизнь. Так, перед правительством республики поставлена задача к 2020 году привлечь не менее 250 миллиардов рублей инвестиций. Ежегодно открывать как минимум 5 новых производств. Привлечь не менее 85 миллиардов рублей из внебюджетных источников на создание новых производств и модернизацию существующих. По предварительной оценке, с 2016 года в экономику республики вложено более 150 миллиардов рублей инвестиций. Мы рассчитываем, что к 2020 году объем инвестиций составит уже не 250, как мы планировали, а более 260 миллиардов рублей. На создание новых производств и модернизации существующих по отценке из внебюджетных источников привлечено около 125 миллиардов рублей. А к 2020 году планируется привлечь более 220 миллиардов рублей. Благодаря реализации инвестиционных проектов во всех сферах экономики в республике за последние три года создано более 7 тысяч рабочих мест. Всего к 2020 году планируется создать около 11 тысяч рабочих мест. Выполняется и задача по увеличению уровня среди месячной заработной платы. К 2020 году она составит не менее 30 тысяч рублей. В 2018 году по отценке реальная заработная плата составила 27 165 рублей. Или 107 процентов к уровню предыдущего года. По прогнозу, в 2020 году она достигнет порядка 32 тысяч рублей. Расчетный уровень заработной платы в 2025 году состоит более 45 тысяч рублей. К 2030 году она должна увеличиться до 62 тысяч рублей. С 2017 года реализуется программа комплексного развития пяти моногородов Чувашской республики. Алатыря, Канаша, Новочебоксарска, Мариинского посада, Шумерли. В их развитие вложено более 15 миллиардов рублей инвестиций. Развитие городской среды, переселение граждан из аварийных жилищного фонда, капитальный ремонт многоквартирных домов. Все это меняет облик городов в лучшую сторону. В Канаше при поддержке фонда развития моногородов осуществляется строительство и реконструкция объектов инфраструктуры, что позволит устранить инфраструктурные ограничения для реализации инвестиционных проектов бизнес-сообщества. Кроме того, как вы знаете, решением правительства России город Канаш в прошлом году определен территорию опережающего социально-экономическое развитие. За 10 лет здесь будет создано не менее 1000 новых рабочих мест и вложено более 7 миллиардов рублей инвестиций. Успешно решаются задачи в наиболее чувствительных для людей сферах – здравоохранении, образовании, системе социального обслуживания. Мы говорили в своей программе о необходимости создания в течение 10 лет более 15 тысяч мест в школах, строительстве и реконструкции 32 школ, капитальном ремонте 64 школ с износом более 50%. На первом этапе мы что сделали? Построены 4 школы, реконструированы 3, капитально отремонтированы 22 школы. Всего за это время создано 3719 современных ученических мест. Поставленная задача выполнена. Это значимый результат, но нам еще много предстоит сделать. В 2015 году мы поставили цель создать в Чувашии уникальную учебную площадку для подготовки специалистов электротехнического кластера мирового уровня. Республика вошла в число 7 регионов России, реализующих крупномасштабный проект по созданию межрегиональных центров компетенции. На базе Чебоксарского электромеханического колледжа создан межрегиональный центр компетенции в области промышленных и инженерных технологий по специализации автоматизация, радиотехника и электроника. Общий объем инвестиций, направленных на развитие центра, составил около 700 миллионов рублей. Это дало возможность ввести подготовку кадров, отвечающих самым высоким требованиям ведущих предприятий страны в сфере промышленных и инженерных технологий. Одним словом, работодателей. Как и было запланировано, введен в эксплуатацию новый хирургический корпус республиканского онкологического диспансера, открыты новые поликлиники в городе Чебоксаре, построено 50 фельдшко-акушерских пунктов. Всего с начала реализации проекта, для сведения хочу сказать, снесен каждый третий ветхий фельдшко-акушерский пункт на селе, а на их месте построено 179 современных ноуфапов. Мы говорили также о необходимости создания дополнительных 220 койко-мест для инвалидов, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании, а также о строительстве новых типовых зданий, домов-интернатов в Алатарском и Батарском районах. Отчитываясь, что сегодня создано 90 дополнительных мест в стационарных социальных учреждениях, начато строительство спального корпуса Патриатского психоневрологического интерната, планируем ввести его в эксплуатацию в конце этого года. По ряду направлений мы не только выполняем поставленные перед собой задачи, но и благодаря поддержке федерального центра вносим коррективы в сторону увеличения объема выполненных работ. Мы говорили о создании условий для занятий физкультурой и спортом для всех категорий населения. За эти годы полностью модернизированы стадионы Олимпийский и Спартак в Чебоксарах, введены в эксплуатацию самые лучшие в России центры развития маутенбайка, 9 межшкольных стадионов с искусственным футбольным полем, беговыми дорожками, хоккейной коробкой и уличными тренажерами. Все это для людей. Мы строим будущее для наших детей. Спасибо. Уважаемые коллеги, для конструктивного движения периода абсолютно необходимы подведение промежуточных итогов работы, анализ причин отставания от графика, выработка путей решения проблем. Мы открыто и честно говорим с людьми о нерешенных проблемах, признаем допущенные ошибки. Чтобы добиваться результатов, необходимо быть самокритичным. Важна обратная связь с нашими гражданами. К сожалению, не вижу реальных подвижек в создании республиканского агропромышленного парка, где можно было бы хранить, перерабатывать и готовить продукции к продаже. Откровенно слабой могу назвать работу по созданию электронной продовольственной площадки республики, которая должна была облегчить доступ на рынок местных сельхозтоваропроизводителей, исключив посредников и перекупщиков. Обращаясь к руководителям органов власти, с вас никто не снимал ответственность за выполнение программных задач. Мы должны не только соответствовать требованиям сегодняшнего дня, но и быть готовыми к новым вызовам. Наши отдельные политические оппоненты, когда хотят обвинить действующую власть в недоработках, каждый раз используют в качестве козыря, нерешенные на сегодняшний день вопросы. На сессии государственного совета они много и красиво говорят с трибуны о благе народа. Но когда нужно принимать республиканский бюджет, которым как раз и предусматривается создание блага для народа и наших детей, оппозиционные депутаты почему-то всегда голосуют против. Это правда. И совсем другое дело, когда речь заходит о различных достижениях, в том числе об открытии новых социальных объектов, тут наши оппоненты в первых рядах и все заслуги присписывают себе. Как говорится, у победы много отцов, а поражение всегда сирота. Уважаемые коллеги, несмотря на политические разногласия, мы всегда вместе несем ответственность за будущее нашей республики. Прошу вас пылу полемики не пытаться умолять успехи и достижения, не создавать негативный имидж республики. Никто не должен усомниться в том, что несмотря на существующие порой объективные, порой субъективные причины, все поставленные задачи будут решены. У нас есть совершенно четкое видение путей их решения. Как гласит народная мудрость, «Поржину дать – ерю лать, щержину дать – шубу лать». Один человек пройдет – след останется, сто человек пройдет – дорога проложится. Подчеркнуть, Чувашия была, остается и будет одними из самых стабильных, динамично развивающихся и комфортных для жизни регионов. Подтверждением тому стало то, что мы вошли в число 40 субъектов федерации, которые по итогам работы в 2017 году получили гранты за высокие темпы роста экономики. Почти 193 миллионов рублей дополнительных дотаций получила республика. Основной объем средств гранта направлен на поддержку системы профессионального образования и многодетных семей. Кроме того, в республике сохраняются положительные тенденции снижения уровня преступности. По результатам опросов, республика оценивается как один из наиболее благополучных регионов части обеспечения личной и имущественной безопасности граждан, с защищенностью населения от преступных посягательств. По итогам прошлого года у нас почти на 8% меньше зарегистрировано преступлений по сравнению с уровнем 2017 года. Это еще одно из свидетельств высокого уровня безопасности и стабильной ситуации в республике. Эти показатели вселяют уверенность в наших людях, в наших семьях. Уважаемые депутаты и коллеги, Прошлый год, несмотря на сложности, стал для Чувашии очередным годом поступательное движение вперед. Мы обеспечиваем долгосрочную сбалансированность и финансовую устойчивость нашей бюджетной системы. Сохраняем темпы роста собственных доходов бюджета при безусловном выполнении всех принятых республикой обязательств. По итогам минувшего года рост доходов консолидированных бюджетов к уровню 2017 года составил порядка 12%. При этом безвозмездные поступления из бюджета в бюджетную систему России увеличились на 15,6%. Хочу отметить, в конце января мы будем обсуждать изменения параметров бюджета на текущий год. Это первое уточнение, предусматривающее увеличение расходной части республиканского бюджета не менее чем на 8,3 миллиарда рублей с учетом принятых решений правительства России и уточнения собственных доходов. Рост безвозмездных поступлений федерального центра расчетно составит не менее чем 21% к факту 2018 года. Это говорит о чем? Это говорит о том, что мы эффективно выстраиваем взаимодействие с правительством России, с федеральными министерствами, эффективно управляем общественными финансами или бюджетом и выполняем все взятые на себя обязательства по тем правоустанавливающим юридическим документам. Важнейшим индикатором качества управления общественными финансами является отношение объема государственного долга к собственным доходам бюджета. Так, на начало 2010 года, напомню просто, по данному показателю мы были на последнем 14-м месте среди региона Привозка и федерального округа и на обслуживание долга ежегодно мы тратили более 400 миллионов рублей. Сегодня наша республика занимает шестую позицию. При объеме долга порядка 13 миллиардов рублей мы сократили расходы на его обслуживание до 32 миллионов рублей. То есть 14 раз. Это факт. Снижение затрат на обслуживание государственного долга позволило нам за последние два года с экономик почти 820 миллионов рублей. Эта сумма равна стоимости одной современной инновационной школы с элементами цифровизации не менее чем на тысячу детей. Приведу статистику и оперативную информацию по реальному сектору экономики. По оценке индекс промышленного производства по итогам прошлого года увеличился на 1,5%. В текущем году составит 105%. Предприятие республики активно включилось в решение задач по реализации политики импортозамещения, поставленных президентом России. Остановлюсь на ряде примеров. Оборудование для энергозащиты стадионов и объектов инфраструктуры, котельных, гостиниц, тренировочных центров, кафе, возведенных чемпионатами мира по футболу в Калининграде, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде было поставлено нашими предприятиями. Такими как Бреслер, Чебоксарский электропаратный завод, ВНИР, Релематика и ЭКРО и ряд других предприятий. В рамках программы по освоению шельфовых нефтяных месторождений ведется строительство современных атомных ледоколов, об этом вы знаете, атомных станций. Чебоксарский электромеханический завод, Чебоксарский электропаратный завод, Релематика осуществляют поставку своей продукции на эти стратегически значимые объекты нашей любимой России. В июне прошлого года с участием научно-производственного предприятия ЭКРО запущена первая в России цифровая подстанция «Медведевская», предназначенная для электроснабжения объектов на территории инновационного центра «Сколково». Прошедший год ознаменовался поступательным ростом объема производства предприятий концерна «Тракторные заводы», хотя там проблемы еще есть. На сегодняшний день на всех производственных площадках концерна своевременно выплачивают заработную плату и расширяют штат сотрудников. В планах предприятий вернуться к объемам докризисного периода. Этому будут способствовать востребованность выпускаемой продукции на рынке и расширение ее номенклатуры. Сегодня в инвестиционном портфеле промышленных предприятий более 70 проектов с общим бюджетом 26 миллиардов рублей. Объем государственной поддержки промышленных предприятий, реализующих инвестпроекты, по итогам прошлого года составил около 2 миллиардов рублей, что на 26% больше уровня предыдущего года. Прошлый год продемонстрировал успешность торгово-экономического сотрудничества, которое налажено с 96 зарубежными странами. Внешнодороговой оборот по оценке в прошлом году составил порядка 557 миллионов долларов США или 111% к предыдущему году. Хочу отметить, что количество предприятий и экспортеров из года в год растет и по итогам прошлого года составило 337. В этом году планируется рост внешнодорогового оборота до 600 миллионов долларов США. Достижение этой цели будет способствовать в частности поставке продукции химпрома в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, емкостей и танк-контейнеров чебоксарского предприятия «Сейспель» японскому оператору проекта «Сахалин Оил энд Газ». Научно-производственным объединением «Каскад», «ВНИР», «Чебоксарским электропаратным заводом» налажено производство электротехнических изделий совместно с немецкими, японскими и итальянскими компаниями с последующей поставкой продукции на рынок страны СНГ. Как известно, малый и средний бизнес обеспечивает максимальную гибкость экономики как с точки зрения рынка труда, так и с точки зрения внедрения новых решений и инноваций. Доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте в прошлом году по оценке составила почти 34%. В 2025 году данный показатель должен достигнуть 38%. С этого года республика включается в реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы. Мы планируем увеличить численно занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства со 157 тысяч человек до 205 тысяч в 2024 году. Ставлю задачу перед Министерством экономического развития, промышленности и торговли совместно с органами местного самоуправления продолжить работу по упрощению процедур создания и ведения бизнеса, максимальному использованию возможностей цифровых технологий, расширению доступа продукции субъектов предпринимательства на отечественный рынок, совершенствованию и расширению линейки инструментов поддержки малого и среднего бизнеса. В этом году завершится объединение всех организаций помощи бизнесу на одной площадке в рамках реализации проекта «Мой бизнес». Финансовыми институтами поддержки будет модернизирована система доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам. Сократятся сроки и станет проще процедура рассмотрения заявок на получение микрозаймов, ставки по которым не превысят 8,5%. Кроме того, более выгодные условия будут предложены предпринимателям в моногородах республики. Вопросы стратегического значения остается в состоянии бизнес-среды в регионе. Республика четвертый год подряд сохраняет позиции в десятке лидеров национального рейтинга, состояние инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, прямая ответственность органов местного самоуправления, создавать благоприятные условия для развития бизнеса и открытия новых рабочих мест. В республике второй год реализуются целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса. Следующий этап – это реализация целевых моделей на муниципальном уровне. В связи с этим главам администрации муниципальных районов и городских округов предлагаю, во-первых, обеспечить в текущем году внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса в своих муниципальных образованиях до 1 июля текущего года. Во-вторых, необходимо принимать активное личное участие в привлечении инвесторов на свободные площадки. Предлагаю Кабинету Министра Чувашской Республики для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов установить индикатор по количеству привлеченных за год инвесторов и объемы инвестиций в основной капитал. Постоянный диалог с предпринимательским сообществом позволит не только повысить доверие бизнеса в классе, но и усовершенствовать нормативную правовую базу для улучшения инвестиционного и делового климата. Уважаемые депутаты и коллеги! Уважаемые депутаты и коллеги! Все наши действия по развитию агропромышленного комплекса направлены на достижение ключевых целей, обеспечить население качественными продуктами питания и сделать село современным, привлекательным для жизни. Для этого необходимо развивать агроэкспорт, агронауку, повышать производительность труда, решать вопросы пространственного развития сельских территорий, цифровизации в целом агропромышленного комплекса. За последние пять лет объем экспорта сельхозпродукции увеличился в два с половиной раза. Этого никогда не было. К 2024 году он должен вырасти не менее чем три раза. Поэтому перед аграриями республике стоит задача обеспечить наращивание сельхозяйственного производства и глубокой переработки качественной продукции. В прошлом году планы по производству продукции выполнены. Индекс производства продукции сельского хозяйства составил более чем 101%. Хотя многим хозяйствам выполнение планов далось нелегко. Это вы тоже знаете. В отдельных районах республики был введен режим чрезвычайной ситуации. Затянувшаяся засуха нанесла урон сельхозтоваропроизводителям. Чтобы исключить возможные риски, конечно, необходимо активнее использовать систему агрострахования и минимизировать риски. Очень важно развитие цифровых технологий в агропромышленном комплексе, формирование умного сельского хозяйства. Сегодня система использования земель прозрачна. Информация о сельхозземлях внесена в единую федеральную информационную систему. Перед кабинетами министров, органами местного самоуправления ставлю задачу комплексного подхода к цифровизации агропрома, что позволит эффективно управлять процессами увеличения пассивных площадей, объема производства качественного сырья и его переработки. Делаются уверенные шаги по возрождению хмелеводства. Для этого у нас имеются научные базы и кадры. Второй год подряд закладывается порядка 20 гектаров хмельников. В прошлом году собран первый отечественный хмелеуборочный комбайн. В этом году будет запущен весь комплекс первичной переработки хмеля. Ставлю задачу перед минсельхозом Чувашии представить на рассмотрение правительства комплексный план развития хмелеводства в республике. Но в этом должны участвовать и сельские районы. Сохранение и дальнейшее развитие позитивных тенденций в животноводстве и растеневодстве должно обеспечиваться за счет наращивания по голове сельхозяйственных животных. Это будет гарантией востребованности продукции растеневодства и стабильных доходов аграриев. Необходимо в ближайшие два года обеспечить рост объема производства животноводства на уровне не ниже 5%. Правительствам России ставится задача снизить зависимость от импорта семенного материала за счет возрождения отечественной селекции в растеневодстве и животноводстве. Республика участвует в реализации федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства. Созданный в республике селекционный семеноводский центр по выращиванию элитных семян картофеля позволит снизить затраты сельхозтоваропроизводителей на производство второго хлеба и их зависимость от импорта семян. Особое внимание мы уделяем поддержке деловой инициативы на селе. Сегодня личные подсобные хозяйства являются полноценным сектором экономики, производящим более половины всей сельхозпродукции в республике. В рамках национального проекта развития малого и среднего бизнеса вводятся дополнительные механизмы поддержки агропредпринимательства, чтобы личные подсобные хозяйства выросли до крестьянско-фермерских хозяйств, а жители села вовлекались в сельхоз-кооперацию. Это позволит укрепить позиции малого агробизнеса, в том числе за счет объединения усилий при приобретении нового оборудования, развития переработки производимого сырья, повышение конкуренции на рынке сбытка сельхозпродукции по схеме производитель-потребитель. Интенсивное развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности в последние годы обеспечено вливанием серьезных инвестиций в отрасль для внедрения передовых технологий. Долька бюджетных государственных инвестиций в агропром в прошлом году направлена около 3 миллиардов рублей. И эта сумма ни в один год не снижается. Инвесторам важно, чтобы вложенные инвестиции приносили прибыль. Гарантией бесперебойной поставки сырья переработчикам должны стать долгосрочные договоры в сотрудничестве с сельхозтоваропроизводителями, которые обеспечат стабильность цен, стабильность бизнеса. Об этом мы много говорим. Но когда цены на рынке поднимаются, сельхозтоваропроизводители забывают, что нужно иметь среднесрочные и долгосрочные договоры. А когда цены начинают падать, начинают искать покупателя. Но так не должно быть. Внимание к человеку, к его потребностям. Создание благоприятных условий жизни. Краеугольный камень современного общества. Органы власти всех уровней должны планомерно решать задачи сохранения и улучшения экологической обстановки в регионе, не допускать ее ухудшения ни в одном городе, ни в одном районе. Мы заслуженно занимаем лидирующие позиции в экологическом рейтинге страны. Отдельные провокаторы, конечно, по-разному подают эту информацию, но есть рейтинги, есть оценки общественной палаты, других институтов. И здесь спорить бессмысленно и бесполезно. Внедрение новых технологий, модернизация стратегически важных для экологии объектов – это инвестиции в наше здоровье, здоровье наших детей. В этом году в рамках национального проекта «Экология» начнется строительство локальных очистных сооружений, ливневых сточных вод в центральной части города Чебоксары. В прошлом году решен ряд очень серьезных проблем, которые фактически были для нас историческими. Так, благодаря участию в федеральной программе завершена рекультивация пихтулинской свалки, а также рекультивация свалки твердых бытовых отходов деревни Ильбейши Чебоксарского района. Рекультивация еще семи свалок планируется в 2020-2024 годах. В ближайшие годы будут созданы мусороберегрузочные станции в Шумерлинском районе, поселке Вурнары и городе Канаше. И тем самым мы республику полностью закрываем по этому проблемам. В ходе встреч с населением, в средствах массовой информации все чаще звучат жалобы на появление несанкционированных свалок. С помощью жителей республики, благодаря проекту «Народный контроль» мы выявили и ликвидировали практически 294 несанкционированные свалки во врагах и лесополосах. Больше мы не имеем права допускать, уважаемые коллеги. Спасибо инициативным жителям за заботу о своей малой родине. Спасибо. Подчеркну, только цивилизованная система обращения с отходами позволит нам ликвидировать существующее и не допустить появления новых горячих экологических точек. В соответствии с законодательством мы перешли на новый механизм обращения с фьюордами и коммунальными отходами. С 1 октября прошлого года в республике начал свою работу оригинальный оператор. Республика лучше, чем другие регионы подготовилась к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Это тоже правда. Но при подготовке к старту так называемой мусорной реформы выявился ряд нерешенных вопросов. К сожалению, большинство сельских населенных пунктов оказались не готовыми к их решению. В них не определены площадки накопления ТКО, что является основным препятствием для качественного представления услуги. Главам муниципальных районов совместно с главами поселений, главам городских округов республики необходимо до конца текущего года создать площадки накопления ТКО во всех населенных пунктах. Обсуждая эти вопросы только с местными жителями. Поручаю Минстру и Чуваши пересмотреть нормативы накопления твердых коммунальных отходов для граждан, проживающих в сельской местности, с учетом фактических объемов их накопления. Обед на меня просит селяне. Государственной службе Чувашской республики по конкурентной политике и тарифам следует утвердить обоснованный единый тариф регионального оператора в соответствии с установленными правительством России предельными или максимальными индексами роста платы граждан за коммунальные услуги. И снять вообще с повестки дня отдельные вопросы и споры. Правительство республики гарантирует гражданам, у которых расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 22% совокупного дохода семьи, оказание адресной помощи в виде предоставления субсидий. Уважаемые коллеги, рациональное использование ресурсов, переход на замкнутые и безотходные технологии, вторичная переработка всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления, все это является проявлением ответственного отношения каждого человека и общества в целом к окружающей среде. Для сведения, на сегодняшний день только порядка 10% такого произведенных в Чебоксарах и Ночебоксарске идет во вторичный оборот. Мировая практика, когда во вторичную переработку направляется порядка 70% отходов, это доказывает, что утилизация отходов это выгодный бизнес. Я уверен, что и в республике появится новая отрасль, которая благодаря вторичной переработке позволит снизить до минимума вред природе. Поручаю Минприроду, Минстрою и Минэкономразвитию Чувашии выработать конкретные механизмы поддержки инвестиционных проектов в сфере утилизации такого. Должна быть сформирована полноценная система регулирования, созданы действенные инструменты, административные и рыночные, которые позволят навести порядок в этой сфере. Уважаемые депутаты, уважаемые коллеги, положительные тенденции наметились в строительной отрасли после определенного провала. По оценке, в прошлом году объем работ по виду деятельности строительства составил 40,5 миллиарда рублей или 115% к уровню предыдущего года. Из бюджетов всех уровней строительную, жилищно-коммунальную и дорожной отрасли инвестировано более 16 миллиардов рублей. Таким образом, государственный гарантированный заказ в общем объеме строительных и дорожных работ составил 40% для строителей. В прошлом году увеличились темпы строительства многоквартирного жилья. Это связано как с ростом покупательского спроса, так и с реализацией программ ипотечного кредитования. В прошлом году в многоквартирных домах введено эксплуатацию почти 460 тысяч квадратных метров в общей площади жилья, что на 4,4% выше уровня предыдущего года. Росту жилищного строительства способствовало также снижение процентных ставок по ипотечным кредитам. Так, по предварительным данным в республике, в прошлом году 17 600 граждан получили ипотечные кредиты на сумму более 27 миллиардов рублей, что на 22 и 26% соответственно выше уровня 2017 года. Очень хорошая позитивная динамика. Хочу подчеркнуть, применяемые государственными инструментами поддержки граждан по улучшению жилищных условий обеспечили прорыв в части ипотечного кредитования. Количество привлеченных жителями республики ипотечных кредитов увеличилось не менее чем два раза за последние три года к факту 2015 года. Это факт. При этом, несмотря на рост ипотечного кредитного портфеля физических лиц, доля просроченной заложенности продолжает оставаться крайне низкой, менее 1%. Следует отметить, что республика остается единственным регионом в Привозском федеральном округе, в котором ипотечные кредиты провышают портфель прочих потребительских кредитов и формируют 55% всей судной заложенности населения. Это тоже хороший ключевой такой показатель. Мы постоянно ищем новые формы решения жилищного вопроса. Реализуются программы государственного арендного жилья, программы ипотека и арендное жилье с правом выкупа. В целях реализации майского указа президента Российской Федерации нами разработан оригинальный проект «Жилье». В рамках проекта предстоящие 6 лет объемы жилищного строительства должны увеличиться до 920 тысяч квадратных метров, что в полтора раза больше, чем в 2017 году. В нынешнем году будет построено не менее 670 тысяч квадратных метров жилья. Жилье должно быть доступным для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Поэтому основной задачей остается государственная поддержка различных категорий граждан. В рамках жилищных программ из бюджетов различных уровней в прошлом году выделен 1 миллиард 600 миллионов рублей на улучшение жилищных условий 4100 семей. Строительная отрасль набирает обороты не только на жилищных объектах. Большой объем работ приходится на социальные объекты, объекты инфраструктуры. В прошлом году построено и реконструировано 30 объектов образования, 30 здравоохранения, 5 культуры, 16 спортивных объектов. Введен эксплуатацию Московский мост в городе Чебоксары. Сформирован новый перечень объектов капитального строительства в рамках регионального проекта «Чистая вода». В предстоящие 6 лет в республике предусматривается 2 миллиарда 200 миллионов рублей на строительство 20 объектов водоснабжения протяженностью около 320 километров. Для обслуживания более чем 100 тысяч человек. В этом году также начнется строительство более 35 километров водопроводных сетей в Парецком районе и Чебоксарской агломерации. Огромный стимул для развития получит город Чебоксары. В столице Чувашии по результатам конкурсного отбора на федеральном уровне вошло число 5 городов России, которые получат финансирование нового банка развития «БРИКС». На реализацию 10 проектов по развитию систем водоснабжения и водоотведения будет направлено около 4 миллиардов рублей, что даст колоссальный синергетический эффект. Улучшится экология в городе, будут устранены инфраструктурные ограничения, но и качество воды будет намного лучше. Эта значительная сумма выделена в то время, когда западные финансовые институты прекратили финансирование проектов России из-за соответствующих санкций. Обслуживание и погашение займа будут осуществляться за счет средств федерального бюджета. Выражаю под именем народа благодарность президенту России и правительству страны за поддержку Чувашской республики. В целях создания условий для системного повышения качества и комфорта городской среды продолжается реализация приоритетного проекта стратегического развития Российской Федерации формирования комфортной городской среды. Дворовые территории благоустраиваются за счет средств дорожного фонда, а также в рамках инициативного бюджетирования. Отремонтирована 191 дворовая территория и 72 проезда к ним. Таких объемов работ, позволивших совершить настоящий прорыв благоустройства общественных территорий, ранее никогда не проводилось. После советского периода, я имею в виду. И это очень значимо для наших жителей. В текущем году планируется отремонтировать не менее 140 дворовых территорий и 50 проездов к ним. До 2024 года в решении вопроса благоустройства будет увлечено около 300 тысяч человек. Благоустроены не менее 138 общественных пространств и будет повышен индекс качества городской среды на одну треть. Мы успешно справились с переселением граждан из аварийных жилищного фонда, признанным Даковым до 1 января 2019 года. Эта работа будет продолжена в этом году. Согласно федеральному проекту обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на переселение граждан из аварийных жилищного фонда, признанного Даковым после 1 января 2019 года, нашей республике предусматривается 1 миллиард 200 миллионов рублей. Несколько слов о дорожном хозяйстве. В прошлом году объем средств дорожного фонда составил более 5 миллиардов рублей. За дорожно-строительный сезон в республике построено и реконструировано 42 километра автомобильных дорог. Отремонтировано около 305 километров дорог регионального и местного значения. В текущем году запланированы такие значимые работы, как капитальный ремонт Сугутского моста, реконструкция проспекта Ивана Яковлева и устройство освещения в населенных пунктах. По государственным программам республики ведутся строительство и реконструкция дорог в сельких населенных пунктах. В рамках реализации приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» мы приступили к строительству автомобильных дорог в строящихся микрорайонах города Чебоксары. По отзывам жителей и гостей республики, за последние два года дороги стали заметно лучше, но предстоит еще многое сделать. Мы готовы к реализации новых проектов и мероприятий дорожных программ. В целях улучшения состояния сети автомобильных дорог, общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения в республике поручаем Минтрансу Чувашии совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов, общественных организаций обеспечить выполнение мероприятий и целевых показателей региональных проектов, дорожная сеть и общесистемные меры развития дорожного хозяйства, направленных на достижение целей и решения задач, определенных в указе президента Российской Федерации. В последние годы жители республики часто обращались с требованием наести порядок в транспортном обслуживании граждан частными перевозчиками. Жаловались на многочисленные нарушения водителями маршруток правил дорожного движения. В прошлом году в городе Чебоксаре началась транспортная реформа. Основной ее целью является сокращение дорожно-транспортных происшествий, упорядочение движения общественного транспорта. Но, как и любая реформа, она проходит непросто и не может устраивать абсолютно всех. Многие жалуются сегодня на то, что изменились привычные для них ритм и логистика движения общественного транспорта. Дорогие друзья, я хочу подчеркнуть, безопасность дорожного движения превыше всего. И поэтому мы будем последовательно, шаг за шагом, учитывая мнение граждан, это приоритет, претворять реформу в жизни. Мы рассчитываем на значительное снижение дорожно-транспортных происшествий по итогам текущего года. Повышение качества пассажирских перевозок общественного транспорта. К 2024 году количество погибших в результате ДТП не должно превысить 4 на 100 тысяч населения, а к 2030 году сведено практически на нет. Поручаем Минтрансу Чувашии совместно с администрацией муниципальных районов и городских округов, оптимизировав существующую маршрутную сеть, завершить создание единой транспортной сети по всей республике, а также сформировать единое навигационное информационное пространство, которое позволит повысить эффективность управления движением транспортных средств на территории республики. Уважаемые коллеги, драйвером развития практически всех отраслей экономики и социальной сферы в совершенствовании государственного и муниципального управления становятся современные информационные технологии. Развитая информационная инфраструктура является требованием времени как для городов, так и для сельских районов республики. Интернет – это не только информационная площадка, но и важнейший ресурс государственного управления, ресурс для оказания качественных государственных и муниципальных услуг населению, услуг сферы образования и здравоохранения на новом уровне. Нужно отметить, что сегодня высокоскоростным интернетом обеспечены все города Чувашии. Мы последовательно решаем этот вопрос в сельских населенных пунктах. Так, наконец, с прошлого года охват абонентов сотовой связи с сетями 3G составил более 90%. Только за последние годы возможность выхода в интернет получили более 50 тысяч человек из 111 сел и деревень республики. Для этого в сжатые сроки было построено около тысячи километров волоконно-оптических линий связи. Это еще один шаг в создании равных условий жизни в городе и на селе. Первоочередной задачей на ближайшие два года станет обеспечение широкополосного доступа социально значимых объектов республики к сети интернет. Мы поручаем Минифромболитике Чувашии совместно с отраслевыми ведомствами и органами местного самоуправления до конца 2021 года решить эту задачу. Особое внимание сегодня уделяется цифровизации всей системы государственного и муниципального управления. За шесть лет в республике выстроена эффективная система предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Сегодня более 70% жителей Чувашии зарегистрировано на портале госуслуг. В прошлом году завершен масштабный проект модернизации сайтов министерств и ведомств, а также администрации муниципальных районов и городских округов. Это позволило значительно повысить прозрачность и открытость деятельности органов власти всех уровней. Благодаря обновлению системы электронного документа оборота появилась возможность полного исключения бумажного документа оборота между органами и власти. Повысилась значимость электронных документов и доверие населения к ним. Однако внедрение новой системы требует доработки нормативных правовых актов в части обеспечения сохранности электронных документов. Поручаю Минкультуру совместно с Минюстом и Мининформалитикой Чувашии разработать рекомендации по подготовке органами исполнительной власти республики перечень документов, создание, хранение и использование которых должно осуществляться в форме электронных документов. Залогом устойчивости информационной инфраструктуры является использование в деятельности органов исполнительной власти республики и органов местного самоуправления преимущественно отечественного программного обеспечения. К 2021 году доля отечественного офисного программного обеспечения в органах исполнительной власти республики должна вырасти до 50%. Сегодня идет работа над реализацией национальной программы «Цифровая экономика», основной целью которой является не только формирование цифровой экосистемы, но и перестройка бизнес-процессов во всех сферах социально-экономической деятельности. Цифровизация различных отраслей экономики с помощью ведомственных проектов, таких как «Умный город», «Цифровая энергетика», «Цифровое сельское хозяйство», «Создание единого цифрового контура здравоохранения», «Цифровая образовательная среда», «Цифровая культура» призвано изменить все сферы нашей жизни. Призываю руководителей всех органов власти и бизнеса общества активно включиться в деятельность по цифровой трансформации и цифровому развитию всех отраслей экономики и социальной сферы на наш общий результат. Уважаемые депутаты, коллеги, век бурного развития информационных технологий и известное изречение «Кто владеет информацией, тот владеет миром» становится особенно актуальным. Каждый из вас прекрасно понимает роль средств массовой информации, доведения до населения оперативной, достоверной информации. В общероссийском рейтинге республика занимает 10-е место в России и 2-е в Бриворском федеральном округе по насыщенности подписными печатными изданиями. Почти на 200 тысяч экземпляров газеты и журналов была оформлена подписка жителями республики в ходе подписной кампании на второе полугодие прошлого года через отделение Почты России. На тысячу жителей республики приходится 169 экземпляров газет и журналов, оформленных в подписку, что в два раза больше, чем в среднем по России. Сохранение тиражей является свидетельцем высокого доверия населения к республиканским и районным печатным изданиям. Руководители средств массовой информации пытаются наладить сотрудничество с владельцами торговых сетей, потребительских кооперативов для распространения своих изданий. Владельцы этих сетей известные, уважаемые люди. Некоторые из них являются депутатами Государственного Совета. Сегодня они здесь, в этом зале, и их поддержка печатных средств массовой информации была бы уместной. Что касается взаимодействия органов власти со средствами массовой информации, вызывает нарекания факты, когда руководители органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, при возникновении проблемных ситуаций, пытаются их замолчать. Надеются, авось обойдется. Не обойдется. Резюмирую вышесказанное. Поручаем Минформалитике совместно с Минфином и Минюстом создать альтернативную службу доставки печатных изданий до населения. При оценке эффективности деятельности руководителей органов исполнительной власти считаю необходимым учитывать также их работы в информационном пространстве. Уважаемые коллеги, мы видим, что за последние годы социальные сети стали востребованной коммуникативной площадкой. Неправильная подача, несвоевременное доведение информации способно превратить даже самую позитивную информацию в негатив и заставить работать наши достижения против нас. Только работа на опережение, открытые разъяснения возникающих проблем позволяют сохранить стабильную обстановку в регионе. Поэтому органам власти необходимо максимально эффективно использовать социальные сети своей деятельности для получения обратной связи от населения при принятии ответственных решений. Не исключаю, что некоторые руководители, пообщавшись с родовыми гражданами в социальных сетях, узнают о себе много нового и не всегда может быть приятного. Но зато смогут оперативно ответить на самые излободивные запросы и решить наиболее волнующие людей проблемы. А это очень важно в нашей совместной деятельности. Уважаемые депутаты, коллеги, мы навели порядок в сфере учета объектов собственности, добились открытости и прозрачных процессов управления имуществом. Автоматизация учета имущества обеспечила рост количества объектов в едином реестре государственного и муниципального имущества с 11 тысяч объектов до 70 тысяч в 2018 году. И тем самым мы сегодня пополняем неналоговые доходы в консолидированный бюджет республики. Это очень хороший результат. Однако наблюдаются отдельные расхождения данных реестра муниципального имущества и базы Росреестра. Решение этой задачи возможно при использовании цифровой платформы в сфере имущественных отношений. Этому также должна способствовать государственная кадастровая оценка объектов недвижимости по новым правилам. Следует продолжить мероприятие по вовлечению налогового и хозяйственного оборота объектов недвижимости, в том числе земельных участков, выявленных в ходе акции «Народная инвентаризация». Успешная работа по вовлечению в оборот выявленных в ходе «Народной инвентаризации» объектов налажена в Шимушинском, Ядринском и Яльском районах. Здесь все выявленные земельные участки переданы в аренду и предоставлены собственность эффективному пользователю, а также многодетным всеми в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, проведена работа среди населения по регистрации прав на объекты недвижимости. В данных районах гражданами зарегистрировано права более чем на 270 объектов недвижимости, наследниками оформлено права в отношении 107 объектов. Этот опыт должны использовать и в других муниципалитетах, как лучшие практики. В ходе проведения инвентаризации также выявлены пустующие памятники культурного наследия оригинального значения в городах Чебоксары, Козловка, Мариинский посад. В Минкультуре Чевашии совместно с органами местного самоуправления необходимо задействовать пустующие объекты культурного наследия, сдать в аренду эффективному пользователю, в том числе на льготных условиях. Несмотря на снижение задолженности по арендным платежам за использование муниципального имущества на 25% в течение прошлого года, сумма долга продолжает оставаться существенной и составляет 562 миллиона рублей. Наибольшая сумма долга 8-7% приходится на город Чебоксары. Самый злостный неплачельщик – это коммунальные технологии, которым принадлежит 68% от общего долга города Чебоксары. Их долг по договору с селевой долгосрочной арендой муниципального имущества составляет почти 331 миллион рублей. Коммунальные технологии из года в год не соблюдали обязательства по проведению ремонтных работ в отношении муниципального имущества. С первого по договору не выполняли инвестиционную программу, связанную с вложением собственных средств в развитие тепловых сетей. Мириться с таким положением делать было нельзя, потому что были и аварии. В целях бесперебойное предоставление жителям столицы услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, недопущение роста задолженности за потребленный природный газ совместными усилиями правительства Чувашии и администрации города Чебоксары, в прошлом году проведена результативная работа по досрочному расторжению в судебном порядке договора с коммунальными технологиями. Руководителям органов местного самоуправления необходимо проводить своевременные и действенные мероприятия по сокращению и ликвидации заложенности за аренду муниципального имущества. Поэтому данный вопрос предлагаю вынести на рассмотрение собраний депутатов муниципальных образований в целях осуществления дополнительного контроля за своевременным проведением претензионной и исковой работы, а также работы совместно со службой судебных приставов по взысканию долга в рамках исполнительного производства. Почему я это говорю? Потому что отдельные дельцы в кавычках объявляют себя сегодня в соответствии с законом банкротом, потом нам оставляют мыльные пузыри и пустышки. Уважаемые депутаты и заотечественники, противодействие коррупции остается одним из важнейших направлений государственной политики. Нами реализуется целый комплекс мер, направленных на борьбу со взяточеством и теневой экономикой. Благодаря нашим скоординированным действиям, эффективному деловому взаимодействию с правоохранительными органами и прокуратурой республики, в прошлом году удалось выявить преступления и правонарушения коррупционной направленности, ущерб от которых составил более 245 миллионов рублей. Уже к концу прошлого года почти 60% из этих средств возмещено в бюджет, что на 10% больше показателя предыдущего года. От искоренения коррупционных преступлений напрямую зависит доверие людей к органам власти, общественная стабильность, социальное самочувствие граждан. Наша задача во взаимодействии с общественными организациями и средствами массовой информации формировать устойчивое антикоррупционное сознание у населения, не допускать и выявлять коррупционные проявления и нарушения. В республике многое сделано, чтобы наши граждане получали юридистские консультации быстро и качественно. Продолжается предоставление бесплатной юридистской помощи. С каждым годом показатели растут. Получили почти 280 тысяч жителей республики такую помощь. С 2018 года реализуется проект юриста населению. Двум тысячам человек оказана практическая помощь в решении жилищных и земельных вопросов. Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями, получение мер социальной поддержки. Жизнь показала, что проект востребован жителями республики. В целях повышения правовой и грамотности населения, оказание юридической помощи гражданам, проживающим на селе, обеспечение доступности услуг квалифицированных юристов, правительству Чувашии, социальными и другими государственными органами и органами местного самоправления, реализацию проекта юриста населения необходимо продолжать. Уважаемые коллеги, на протяжении последних лет в республике наблюдается поступательный рост ожидаемой продолжительности жизни населения. С начала реализации майских указов с 2019 года она возросла почти на 3,2 года и достигла в прошлом году исторического максимума, составив 73,5 года. Теперь перед нами стоит задача обеспечить устойчивый рост продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году. За последние 6 лет численность граждан старших возрастов увеличилась почти на 25%, а количество долгожителей, перешагнувших в столетний рубеж почти два раза. То есть 100 человек сегодня перешагнули. Безусловно, увеличение продолжительности жизни во многом зависит от оказания качественных медицинских услуг в шаговой доступности. Но прежде всего это заслуга самих граждан. Мы давайте их поблагодарим и поздравим. Спасибо. Трехуровневая система здравоохранения от первичного звена до высокотехнологичных медицинских центров позволяет нам из года в год добиваться повышения качества медицинских услуг. Благодаря поддержке правительства России в центре Чебоксар строится многопрофильная поликлиника Мошенса 500 посещений в смену. Планируем ввести ее эксплуатацию в четвертом квартале этого года. Горожане ждут. Хорошим подспорьем для выстроенной системы фельдшко-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, поликлиник становятся выездные формы работы. Только в прошлом году мы закупили 5 передвижных ФАПов и передвижной маммограф для обслуживания жителей малонаселенных пунктов. В этом году будет приобретено еще 18 таких комплексов, что позволит каждому муниципальному району иметь свой передвижной комплекс. Эффективная логистика первичного звена системы здравоохранения позволяет нам ежегодно охватывать профилактическими осмотрами не менее 70% населения. В республике успешно реализуется сосудистая программа. Сегодня более 90% пациентов с подозрением на инфаркт или инсульт доставляются профильной медицинской организации в кратчайшие сроки. Благодаря этому мы удерживаем низкие показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с Российской Федерацией. В ближайшие 6 лет будет переноснащена вся сеть сосудистых центров, что позволит сохранять ежегодно сотни жизней наших граждан. Мы будем уделять особое внимание снижению смертности от онкологических заболеваний. К сожалению, объективные факторы не позволили нам вести в эксплуатацию центра ядерной медицины, как было запланировано в 2018 году. Ни у кого не должно быть никаких сомнений в том, что мы продолжим формирование кластерной модели оказания онкологической помощи, внедрение передовых медицинских технологий, практическую деятельность онкологической службы. С этого года будет организована работа центров амбулаторной онкопомощи, что позволит оперативно начинать лечение онкобольных. В течение 6 лет в рамках национального проекта здравоохранения республиканский онкодиспансер будет полностью оснащен высокотехнологическим медицинским оборудованием. На эти цели будет направлено более 1 миллиарда рублей. Одна из инициатив президента Российской Федерации – повышение доступности и качества оказания медицинской помощи детям. К 2021 году каждая детская поликлиника в республике будет обновлена и начнет работать по современным стандартам на основе принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей. В городе Чебоксара начато строительство нового корпуса инфекционного стационара для детского населения. Ввод в эксплуатацию планируем в первом полугодии 2020 года. С болью я говорю о том, что в прошлом году мы допустили рост показателей младенческой смертности в республике. Причины гибели каждого третьего ребенка до года – это внешние причины. Остальные – это тяжелые заболевания маловестных детей и врожденных пороки развития. И когда речь идет о жизни детей, нет оправдания никому. Сейчас социальные медицинские работники много говорят об адресности своих услуг, об их заявительном принципе. Можно говорить и о передовых технологиях здравоохранения. Но без участия семьи ответственного отношения родителей уберечь детей от трагедии невозможно. Нам крайне необходимы согласованные действия всех субъектов профилактики детской смертности. Хочу подчеркнуть, ради сохранения жизни детей каждый из нас должен работать как на передовой. Поручаю Министерству труда и социальной защиты, Министерству здравоохранения, Уполномоченным по правам ребенка, Органам местного самоуправления совместно с МВД Почувашьей республики и в кратчайшие сроки выработать совместную программу действий по профилактике младенской смертности, прежде всего от внешних причин. Убедительно прошу общественной организации, Совет отцов, Совет женщин подключиться к этой работе. Нам важно сохранить жизнь каждому ребенку. Внешние причины смерти это бич и людей трудоспособного возраста. Мы ежегодно теряем более тысячи человек трудоспособного возраста по причинам, которых можно было бы избежать. Особенно печально обстоят дела у мужчин, к сожалению. В республике разница ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин составляет 12 лет. Имеет значение все, и образ жизни, и вредные привычки. Не секрет, что мужчины крайне редко по своей инициативе обращаются к врачам за консультацией. Их либо приводят супруги, либо привозят на скорой. Переломить эту ситуацию призван инициированный мной проект мужского здоровья, который направлен на повышение качества жизни наших мужчин, в первую очередь в трудоспособном возрасте. На первом этапе мы создали центр мужского здоровья и оснастили их медицинским оборудованием, направив на эти цели почти 50 миллионов рублей. В нынешнем году мы расширяем этот проект по решению Минздрава России. Республика вошла в перечень 9 пилотных регионов, которые будут развивать центры общественного здоровья. На это мы тоже дополнительные инвестиции сейчас в федеральный бюджет и будем привлекать. Поручаю Минздраву Чувашию обеспечить реализацию проекта на благо жителей нашей республики. Мы также будем принимать дополнительные меры по стимулированию рождаемости. С 2019 года всем зарегистрировавшим свой брак будем выдавать сертификат молодоженов. С этим сертификатом молодые семьи смогут бесплатно пройти медицинские обследования и получить консультацию специалистов перинатальных центров для оценки репродуктивного здоровья. Важная задача – кадровое обеспечение отрасли здравоохранения. В больницах, оказывающих амбулаторную помощь, укомплектованность врачами и медсестрами, все еще остается невысокой – 72 и 78 процентов соответственно. На оригинальный проект «Медицинские кадры Чувашии» мы направим 130 миллионов рублей. Это позволит повысить укомплектованность врачебными кадрами подразделений, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. В первую очередь – участковыми врачами-терапевтами, врачами общей практики и врачами-педиатрами. О социальной поддержке граждан. Мы с вами эффективно реализуем социально ориентированную государственную политику. На социальную поддержку семьи и детей в текущем году направляется более 8 миллиардов 600 миллионов рублей, что на 7 процентов больше, чем в прошлом году. В текущем году на ежемесячную денежную выплату семьям в случае рождения усыновления третьего ребенка или последующих детей предусмотрено 483 миллиона рублей. Поддержку получат не менее 5000 семей. Не менее 2200 семей получат пособие в связи с рождением либо усыновлением первенца. Чувашии славятся традиционными семейными устоями. Сегодня в республике проживает более 12600 многодетных семей. Это является еще одним свидетельством того, что мы вместе с вами неукосительно выполняем все обязательства по социальной защите граждан. Продолжение следует... Дорогие друзья... Мать каждой семьи, хранительница домашнего чага. На ней держатся устои и традиции. Свидетельством признания заслуг женщины-матери стало учреждение в прошлом году государственной награды знака материнской славы Чувашской республики Анне, которой будут награждаться матери, воспитавшие 5 и более детей, достойных граждан Российской Федерации. Уважаемые коллеги, дети – наше будущее. В майском указе президента России поставлена задача вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. В последние годы в системе образования проведена колоссальная работа. Нам удалось обеспечить местами в детских садах детей старше 3 лет. Теперь мы должны позаботиться о детях ясельного возраста. В прошлом году было начато строительство 13 детских садов. В нынешнем году начнется строительство трех и будет приобретено здание еще одного детского сада. В итоге в этом году 18 новых детских садов примут 3260 воспитанников, а их родители смогут вернуться на свои рабочие места. Масштабным по ресурсам и значимости результатов является федеральный проект «Школа-2025». К этому времени в республике должны быть построены и реконструированы 29 школ, созданы тысячи современных, соответствующих самым высоким стандартам мест для обучения детей. Республика активно принимает участие в международных и национальных исследованиях качества образования. Так, по итогам национального исследования качества образования по математике, русскому языку и окружающему миру, наши школьники показали результаты высших общероссийских. Успешно реализуется инициированный мной проект «Наука-школа». В прошлом году в рамках данного проекта в базовые школы поступило современное оборудование по физике и химии. В этом году в 15 базовых школах кабинеты биологии будут оснащены инновационным современным оборудованием. Считаю, что следующим шагом станет запуск образовательного портала нового формата, который будет навигатором образовательных ресурсов, в том числе цифровых. Минпросвещение России определило Чувашию пилотным регионом по реализации двух проектов. Успех каждого ребенка, цифровая образовательная среда, национального проекта образования. Почти 590 миллионов рублей будет направлено на создание специальных площадок для развития интеллектуального и творческого потенциала наших детей. Таких как Технопарк Кванториум, Центр цифрового образования, IT-куб, Центр образования гуманитарного и цифрового профиля в сельских школах. Считаю, что пришло время создания единого кластера, Республиканского Центра поддержки и развития талантливых и одаренных детей. Поручаю именно образование Чувашии совместно с Минфином Чувашии решить этот вопрос. Дети с ранних лет должны иметь возможность приобщиться к различным профессиям. В школах для этого есть уроки и технологии, и они должны проводиться в кабинетах, оснащенных современным учебным оборудованием. Предлагаю именно образование Чувашии совместно с Минфином найти варианты решения задачи по оснащению школьных кабинетов технологии необходимым оборудованием к новому учебному году. Система подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена также претерпела существенные позитивные изменения. Только за последние пять лет в развитии среднего профессионального образования инвестировано около 7 миллиардов рублей. Это огромные инвестиции в человеческий капитал. В результате нашей совместной деятельности из учебных заведений выходят специалисты, компетенции которых соответствуют самым высоким требованиям работодателей. Конечно, квалифицированных специалистов не хватает, но мы знаем, с использованием каких инструментов удовлетворить спрос на рынке труда. Что для этого делается? Еще ваше активно участвуют в движении молодые профессионалы. Пять наших студентов включены в расширенный состав национальной сборной WorldSkills России для участия в мировом чемпионате, который пройдет в этом году в Казани. Из 175 специализированных центров компетенции пять открыты в нашей республике. На базе утверждения среднего и высшего профессионального образования необходимо продолжить работу по оснащению площадок с современным оборудованием для проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. Ставлю задачи. Перед Минобразованием Чувашии в ближайшие годы все выпускные экзамены в техникумах и колледжах должны проходить в форме демонстрационного экзамена по стандартам международного движения. Уважаемые коллеги, подготовка молодых людей к самореализации это безусловно важная и ответственная задача. Но в нынешних условиях, когда фактически идет политическая борьба за молодые умы, мы не имеем права давать себе хоть какое-то послабление. Необходимо особое внимание уделять тому, что позволяет сохранить народное единство в нашей системе нравственных ценностей. На этой основе мы должны воспитывать детей, формировать их личность. В республике многое делается для патриотистского воспитания и гражданского становления подрастающего поколения. Предлагаю для усиления этой работы активнее использовать Чувашский кадетский корпус привозка федерального округа имени Героя Советского Союза Александра Васильевича Кочетова. Уверен, что кадетский корпус станет ресурсным центром по военно-патриотическому воспитанию, пилотной площадкой для взаимодействия с учебными заведениями, осуществляющими подготовку специалистов для вооруженных сил Российской Федерации и органов правопорядка. Гад добровольца стал мощным стимулом для развития волонтерского движения в республике. В настоящее время в рядах добровольцев более 50 тысяч жителей Чувашии. Они наши надежные помощники в реализации социальных значимых задач. Все проекты волонтерских объединений и некоммерческих организаций мы поддерживаем и будем поддерживать. Надеемся, что в этом году появятся и другие социально ориентированные проекты, особенно в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты населения. Вот я смотрю здесь волонтеры, наши друзья здесь. Давайте мы поблагодарим их за активную работу. Пожелаем успехов. Мы в вас верим. Отмечу, что по данным исследований общественной палаты Российской Федерации в республике в реализацию молодежной политики вовлечено почти 70% от общей численности молодежи. С одной стороны, это хорошие показатели, а с другой получается, что каждый третий молодой человек предоставлен самому себе. Дорогие друзья, для нас важен каждый. Мы не можем допустить, чтобы наши дети попадали под влияние деструктивных сил. Поручаю Министерству образования и молодежной политики совместно с органами местного самоуправления с привлечением общественных организаций, учебных заведений в ближайшей перспективе разработать программу, которая позволит максимально вовлечь молодежь в общественно полезную деятельность. Уважаемые депутаты и коллеги, приоритетом для нас остается развитие массовой физической культуры и спорта. В прошлом году 43,5% населения республики систематически занимались физической культурой и спортом. Это стильная сторона народа Чувашии. Президент России Владимир Путин поставил задачу к 2024 году увеличить долю граждан, систематически занимающихся спортом, до 55%. Уверен, и спортивные сообщества, и любители спорта меня поддерживают. Мы можем достичь данного показателя за 4 года в 2022 году. Для этого необходимо искать новые способы приобщения населения к спортивному образу жизни, сделать занятия физической культурой и спортом доступными для каждого человека. Мы продолжаем инвестировать в развитие спортивной инфраструктуры, но при этом необходимо повысить эффективность использования спортивных сооружений. Важно задействовать потенциал государственно-частного партнерства при строительстве и эксплуатации спортивных объектов, нацелить работу всех спортивных федераций на конечный результат. В рамках национального проекта «Демография» мы приступаем к реализации оригинального проекта «Спорт. Норма жизни». Проектом предусмотрено создание малых спортивных площадок в сельских районах, а также закупка оборудования для спортивных школ Олимпийского резерва. Ставлю задачу стимулировать к занятиям физкультуры и спортом работающее население, создавать физкультурно-спортивные клубы, чтобы массово привлекать граждан к занятиям физкультуры и спортом по месту работы, а также повысить эффективность работы муниципальных центров тестирования нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Успехи в массовом спорте, спорте высших достижений, зависит от организации работы на всех уровнях. Достигнутые за последние годы результаты позволили по итогам 2017 года занять третье место во Всероссийском смотре конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в субъектах Российской Федерации с численностью населения до 2 миллионов человек. Наша республика наработала большой опыт в организации крупных спортивных соревнований. Более 60 всероссийских и межрегиональных соревнований по различным видам спорта проходят в республике ежегодно. Безусловно, значимым для нас является решение Минспорта России и Всероссийской Федерации Легкой Атлетики провести в текущем году в Чебоксарах юбилейный 100-й чемпионат России по легкой атлетике. Мы благодарны Федеральному Центру за высокое доверие. Теперь задача органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, спортивных федераций провести данные мероприятия на высоком организационном уровне. Такие зрелищные соревнования максимально привлекают любителей спорта в регион. Помогают пропагандировать здоровый образ жизни. Уважаемые депутаты и коллеги, прошли времена, когда сферы культуры финансировали по остаточному принципу. Только за последние пять лет в развитии отрасли направлено 7,5 миллиарда рублей, что выше уровня 2014 года в 2,4 раза. В театрах проведены ремонтные работы, модернизировано техническое оборудование, обновлены зрительные залы. Своевековой юбилей Чувашский государственный академический драматический театр имени Константина Иванова встретил в отремонтированных помещениях с обновленным оборудованием. До 1 сентября должна завершиться реконструкция Чувашского государственного театра «Кукол». После реконструкции здания бывшего кинотеатра «Сеспель» в нем разместился Чувашский государственный театр юного зрителя имени Михаила Сеспеля. Наконец-то молодые талантливые актеры и режиссеры получили свою творческую площадку. Полные залы на спектаклях этого театра сегодня дают нам право утверждать, что решение было принято правильное. Уверен, что новый импульс развитию храмов искусства будет дан в 2019 году объявленным президентом России Владимиром Путиным годом театра. Существенную поддержку театра получает на проведение гастролей в других регионах страны. Ставлю задачу перед Минкультурой, год театра, расширить гастрольную деятельность, организовать показы спектаклей в каждом районе города нашей республики, в больших и малых селах и деревнях. Год театра должен дать старт настоящему культурному марафону. Почему? Потому что, когда люди приходят в театр, очень много положительных эмоций получают. Это продлевает наше долголетие. Пусть каждый из жителей сможет приобщиться к высокому театральному искусству, получить незабываемые эмоции. В прошлом году в рамках реализации проекта «Местный дом культуры» ремонтные работы проведены в 33 клубах. Современным оборудованием оснащены 24 сельских клуба, а всего с начала реализации проекта 111 клубов. Ближайшие два года предстоит отремонтировать и модернизировать еще 132 учреждения культуры. Введены в строй клубы в Валиковском, Батеровском, Янтикском, Брестском и Комсомольском районах. Хочу напомнить, в 2016 году мы запустили проект строительства 25 учреждений культуры. 12 из них уже введены в эксплуатацию. К 100-летию Чувашской автономии первый этап проекта будет полностью реализован. В дальнейшем мы планируем и построим еще 25 учреждений культуры. Прошу глав администрации муниципальных районов и городских округов держать на личном контроле данную работу, выполнить все взятые на себя обязательства. Уважаемые соотечественники, наступивший год и следующий 2020 для нашей республики особенные. Мы отмечаем две значимые юбилейные даты. 550-летие основания города Чебоксары и 100-летие Чувашской автономии. Соответствующий указ подписан президентом России. Юбилеи. Это хороший повод вспомнить путь, пройденный нашим народом, определить задачи, которые нам необходимо решить в интересах будущих поколений. За 550 лет Чебоксары из небольшого населенного пункта превратился в промышленный и культурный центр по Волжье. Центр образования и науки. Аграрная Чувашия стала индустриально-аграрной республикой. Центром электротехнической промышленности страны. Подчеркну, республика была и остается неотъемлемой частью Великой России и ее истории. Наш народ всегда жил и живет жизнью своей родины. В полной мере разделяя с ней тяготы и испытания, успехи и достижения. История нашей республики и ее столица наглядно доказывает это. Чувашская автономная область появилась на карте страны вперед бурного государственного и общественно-политического строительства. В кратчайшие сроки наши предшественники создали фундамент для уверенного развития. Преодолели болезни и неграмотность. Построили систему образования и социальной поддержки. Начали индустриализацию. Годы Великой Отечественной войны республика справлялась с колоссальными задачами. Приняла и разместила десятки тысяч эвакуированных сограждан. Построила новые корпуса для предприятий и наладила выпуск необходимой фронтопродукции. Регулярно переуполняла план поставок продовольствия. Особо надо отметить жилищное и социально-культурное строительство. Население Чебуксар увеличивалось высокими темпами и перевалило в прошлом году полумиллионную отметку. При этом вопросы обеспечения жильем, местами и детсадах, и школах решались весьма успешно. Сегодня мы должны не просто продолжать дело наших отцов и матерей, а приумножать их достижения с учетом требований времени. Мы с достойными результатами подходим к юбилейным датам. Лучшим подарком станут улучшение качества жизни людей, повышение роли нашего региона в экономическом, социальном и культурном развитии страны. Для этого у нас есть не только огромные желания, но и ресурсы. Человеческие, интеллектуальные, финансовые, культурные. И, конечно же, духовно-нравственные ценности. Но главное наше достояние – это богатый исторический опыт и мудрость наших предков. Дорогие друзья, у нас в России общая история, общая цель – благополучие людей. Младшей сестрой России называл родную Чувашию поэт с мировым именем Геннадий Айги. Тенчиби Балласович, Геннадий Айги, Чуваш-эне, Ращейн, Емаги Бетаннаштарна. Щаржившен, Юргунгильзень, Езерия Ланах, ОСПА, Эшпе, Проле, Фурнене, Полнене, Паларта. Хизепри депутациям, Хаклычинным Мирзен. Кчжал, Чуваш-халыхен, Мухтал, Ивали, Шейспель, Мекси, Шуралнаранбэ, Шир, Ширим, Шулсидет. Создательная мощь нашего единства, уверенный взгляд в будущее, опора на лучшие практики и опыт – это прочный фундамент для воплощения в жизнь всех планов. Залог успешного движения вверх. Друзья, великий чувашский поэт Михаил Сейспель, 120-летие со дня рождения, которое мы отметим в этом году, завещал нам. Шагайте подрея и тверже. Отчизны любимой сыны. Не можем отстать мы, не можем от поступи нашей страны. Пусть эта непоколебуемая вера горит и в наших сердцах. Благодарю за внимание. Ваш Михаил Игнатьевич.